Свежее мясо, свежая рисовая лапша. Сегодня мы готовим суп с говядиной и телятиной. Фишка этого супа, что бульон для него готовится 7-8 часов. И мы в Афьет-кафе соблюдаем все традиции приготовления этого супа и следим за качеством. Мы прям очень трепетно относимся к этому всему. Даже несмотря на то, что сейчас появилась ускоренная возможность приготовления этого бульона, какие-то растворимые, типа кнора, мы все равно этого не делаем. Мы варим 7 часов суп. Осенью мы выйдем в журнале «Вокруг света», где будет подробно рассказано и описано, как готовить суп дома. Но, я могу вам сказать, проще прийти в Афьет-кафе и заказать суп вот здесь. Вот, сначала бульон, точнее кости варятся в бульоне 7 часов. После этого бульон остывает, и туда добавляется очень-очень много специй. Лемон-грасс, имбирь, корица, аниса, что еще, я не помню, что еще входит? Луковица, что еще входит? Рыбный соус. Да, точно. И рыбный соус. Вот, потом это варится еще час, доводится до кипения, и все, и суп сварится. В принципе, просто, но 7-8 часов ждать не хотелось просто. Вот, смотрите, сейчас, в принципе, все просто. Мы ошпарили свежую рисовую лапшу. Рисовая лапша у нас свежая, ее привозят к нам с утра каждый день. Как бы ее рано-рано утром приготовили вьетнамцы, где-то. Вот, и привезли к нам сюда с утра. И вот, мы продаем ее. Далее, что делать? Хом, ты говори, да, Панель? Нам интересно. Ну, просто просто. Есть человек, кто разговаривает рядом. Помочь? Можем кого-нибудь помочь? Нет? Нет, давай. Съем готовить. Вы чувствуете какой-то аромат? Пока нет. Пока не дошло. Я чувствую. А сколько минут варится, а есть лапша? Да, может, ты ее просто кипяток? А, спасибо. Лапок? Секунда 30. Вот, 30 секунд. Варится рисовая лапша в кипе. И потом складывается тарелка, решает заливать с буньёром с мясом. Сварить? Да. А лапша, как понимаю, специальная. Да. А лапша, это сделано, рисовая лапша сделана вручную. То есть это не машинная, не технологическая обработка, а именно вручную. И мы, в АЭКП, тоже такую, это ручная работа полностью. Они просто выводят нам каждое утро. Да. Это нерастворимое. Там покупаешь сухие пакетики, кипяточки. Это буньё, который легендарный ребенок, который сами вьетнамщики не готовят дома. А едят во Вьетнаме? Не вариант дома приготовить такой. Дома не готовятся к домам? Готовят. А во Вьетнаме есть фишка определенная, когда будете во Вьетнаме, а обязательно, прям запомните это. А во Вьетнаме кафешки местные, они выглядят, ну так, не как в Москве. Там прям такие маленькие домики, пластмассовые столы, пластмассовые стулья. И там, где больше всего людей...